На женских форумах о кормлении малышей идут настоящие бои. Детей, которых кормят смесью, некоторые ярые сторонницы грудного вскармливания даже называют сиротами. Как и чем правильно кормить малыша? Попытаемся развеять мифы сегодня. Ведь начало августа объявлено неделей грудного вскармливания. Почему такой интерес? Говорим сегодня с заместителем главного врача по педиатрической помощи Краевого центра охраны материнства и детства, главным внештатным неонатологом Краевого Минздрава Юлией Миллер. Юлия Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Объясните, чем обусловлено такое внимание, почему целые недели, почему это нужно так пропагандировать? Стало меньше женщин, которые кормят грудью? Ну, я бы не сказала, что стало меньше женщин, которые кормят грудью. Причем статистика Алтайского края сопоставима и даже лучше статистики по России. Надо сказать, что мы очень хорошо выглядим в этой связи. Вообще, неделя грудного вскармливания проводится с 1990 года, когда была принята декларация ВОЗ и ЮНИСЕФ, что ребенок имеет право вскармливаться молоком матери. А с 1998 года такая вот кампания по поддержке грудного вскармливания идет в Алтайском крае. Ну, она как бы была начата в 1998 году. Но вот такие масштабные мероприятия в виде недели грудного вскармливания, ну, около пяти лет в Алтайском крае проводятся. Ну, а вы говорите, ребенок имеет право. То есть это право нарушается, получается? Если да. Если мама переводит его на искусственную смесь, она нарушает право ребенка на вскармливание грудным молоком и на здоровье. Потому что грудное молоко – это равно здоровье. Есть еще возможности. Тут мама действительно решает, насколько ей, наверное, это удобно. Вот скажите, пожалуйста, до какого возраста вообще принято? Говорят, до года. Кто-то говорит, до полугода. Как правильно так, чтобы здоровье мамы никак не повлияло на здоровье мамы? И чтобы это было полезно для малыша? Причемерная организация здравоохранения считает абсолютно кормить ребенка до шести месяцев – это обязательно. И до двух лет – это желательно. А до шести месяцев обязательно до начала введения прикорма ребенку. Вот есть мысль, говорят о том, что иммунитет детей, которых кормят грудью, естественно, выше, чем у детей, которые на смеси выросли. И тем не менее, приходят они в детский сад, болеют они все одинаково. Простите, те же сопли, те же у них кашли. И без разницы, на чем они выросли. Вот объясните, пожалуйста, действительно ли это так или все-таки миф? Дети, которые находятся на грудном вскармливании, они болеют меньше первые два года, когда находят. Потому что мама, если мама болеет, ей не противопоказано вскармливать грудью, и она передает с собой антитела. Почему дети болеют в садиках? Потому что они начинают встречать большее количество вирусов. То есть это вообще тоже нормальная ситуация. И абсолютно доказуемо и предсказуемо, что ребенок, который попадает в большой коллектив, он начинает встречаться с большим количеством возбудителей. И здесь уже грудное вскармливание, ну, наверное, в меньшей степени влияет. Но мы говорим о долгосрочных прогнозах, о таких заболеваниях, как сахарный диабет, как гипертоническая болезнь, метаболический синдром, таких глобальных проблем, а не таких, ну, столь незначительных, как респираторная вирусная инфекция. То есть мы сейчас ведем речь о глобальной проблеме. Здоровье детей в будущем, в подростковом периоде, во взрослом возрасте. Есть ли какие-то противопоказания для женщин, когда они должны свернуть грудное вскармливание? Абсолютных противопоказаний не так много. Это только ВИЧ-инфекция, это открыта форма туберкулеза и онкологическое заболевание на стадии химиотерапии. Даже женщина с онкологическим заболеванием, не получающая химиотерапию, может кормить ребенка. И мама по принципу обратной связи вырабатывает такое молоко, которое нужно ребенку, именно ее ребенку по составу, по количественному и по качественному составу. Нужно ли сохранять, если молока не хватает? Ведь очень часто сейчас женщины жалуются на то, что мало, что и ребенок недокормлен, и мама в плохом состоянии психическом, так скажем, находится из-за этого, держит диету, а все равно ничего не помогает. Что делать? Здесь нужно обратиться в группу поддержки грудного вскармливания, консультанта по грудному вскармливанию. Ведь в периоде до года бывают такие, так называемые, лактационные кризы, когда маме кажется, что молока не хватает, ребенок не доедает и так далее. Главное преодолеть эту психологическую проблему, и в этом как раз помогают консультанты по грудному вскармливанию. Потому что определить то количество молока, которое ребенок получает из грузии, очень трудно. Он может в одно кормление съесть больше, в другое меньше. Но это психологическая проблема мамы. Здесь нужно просто действительно ее поддержать и наладить. Почему, чем так вредна смесь? Все понятно, что это ненатуральная. Но, тем не менее, такая индустрия работает. Столько производителей. Почему это вредно? Почему это минус, чем в отличие от грудного вскармливания? Смесь, во-первых, это, конечно, коровье молоко. Это коровье молоко, которое мы по составу приблизили к грудному молоку. То есть его так модифицировали, что оно близко по количественному составу. Качественно мы не приблизим никогда самую лучшую смесь по составу грудному молоку. Потому что в грудном молоке очень много иммуноглобулинов, полезных бактерий и бактерий, которые стимулируют иммунитет. Аллергологи считают, что чем больше с бактериями контактирует ребенок, тем лучше, опять же, его иммунитет. Аллергологи, иммунологи так считают. Поэтому мы, наверное, никогда не приблизимся к качественному составу смеси, так как к грудному молоку. Хотя, действительно, индустрия большая, идут очень большие исследования. И я была на встрече экспертов совсем недавно в Красноярске. Нам представляли новые смеси. И только по одному показателю они пока качественно приближаются к грудному молоку. Пока мы можем только количественно приблизить. А вот есть же всякие безлактозные смеси. Вы говорите, сейчас коровье молоко, ведь те, которые не содержат этого компонента. Вы сейчас имеете в виду смеси с лечебной и профилактической направленностью. То есть есть дети с проблемами. Для них, конечно, могут быть использованы смеси. Но у нас достаточно лекарственных препаратов, которые возможно применять вместе с грудным молоком, например, ферментов. Если вы взяли, как пример, низколактозную или безлактозную смесь, у нас есть специальный фермент, который можно добавлять к грудному молоку и, в принципе, добиться того же эффекта, что и на безлактозной смеси. Есть категория детей, которые нуждаются в смесях. Но это специализированные смеси, например, для недоношенных и маловесных детей и на детей с какими-то проблемами. После хирургических операций, после операций на органах, на сердце, на грудной клетке им необходимы специализированные смеси. Это совсем другая категория детей. Они нуждаются действительно в дополнительном питании. А здоровый, доношенный ребенок вполне удовлетворяет свои потребности пищевые и грудным молоком. Вы сказали, желательно до двух лет, а после двух очень многие мамы кормят и дальше. И есть те, которые, по-моему, и в армию приедут. Ну нет, с такими я не встречалась, которые в армию приедут. Ну, вот это как бы определено. Ну, во всяком случае, три с половиной года, да? Ну, если, как раньше говорили, стакан молока в день, какого молока? Это может быть коровье молоко из магазина, может быть грудное молоко. Поэтому, пожалуйста, и после двух лет стакан молока. Но это полезно или это уже баловство на усмотрение? Ну, здесь зависит от взаимодействия мамы и ребенка. Если ребенок желает, если мама может, да может, пожалуйста. Желает, безусловно. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, эти специалисты по грудному вскармливанию. Их услуги часто очень дорого стоят. Есть ли те, которые оказывают услуги бесплатно для женщин? У нас в городе Барнауле есть несколько школ для будущих матерей. В частности, такая школа работает в Центре охраны материнства и детства. Она абсолютно бесплатная. Ее занятия проходят первую неделю каждого месяца. Вы, пожалуйста, любой желающий, пусть то будущая мама, пусть она придет с бабушкой, пусть она придет со своим мужем, они могут посещать эту школу. В течение пяти дней проводятся занятия по различным темам, в том числе по особенностям грудного вскармливания, про трудности грудного вскармливания. И, возможно, если какие-то вопросы у них возникают, они точно так же могут обратиться к нашему консультанту и проконсультироваться. Расскажите, пожалуйста, вот в течение недели с кем будете встречаться, какие мероприятия, что полезного женщины могут для себя узнать? Вот, опять же, начинается неделя следующая. У нас начинается школа для будущих матерей. То есть это беременные женщины, которые могут приходить со своей семьей. Пять занятий, два из которых посвящены именно грудному вскармливанию, а также уходу за детьми. Это будет третье занятие. У нас работает школа для матерей недоношенных детей, которые также выхаживаются в нашем центре, и их готовят к выписке домой. С какими трудностями они встретятся дома, и одно из занятий тоже будет посвящено грудному вскармливанию. И, соответственно, в центре очень много консультантов, сертифицированных консультантов по грудному вскармливанию в различных отделениях. И в процессе ежедневного общения мамы тоже могут получить ответы на свои вопросы. Вот есть мамы убежденные, которые говорят, а мне так удобнее. Вот вы их как-то можете переубедить или не стоит все-таки? Если удобнее смесь, ну и кормите этой смесью. Или все же стоит о здоровье подумать? Я думаю, что в первую очередь нужно упирать на вопросы здоровья, здоровья ребенка. Второй вопрос – это здоровье мамы, потому что длительное грудное вскармливание профилактирует различные заболевания, те же самые онкологические заболевания со стороны молочной железы и половых органов. Потом, грудное вскармливание – это достаточно энергетически затратный процесс. И женщина, которая кормит грудью, редко набирает вес. И она, наоборот, его постепенно-постепенно восстанавливает. По-разному, есть женщины, которые считают, что нужно поменять запасы. Нет, на самом деле, то, что женщина набрала во время беременности, реально снизить во время грудного вскармливания, теряя вот этот энергетический запас. Там на тебе очень жесткая диета. Да, и третье. Вот нет. Вот нет. Сейчас, да, о жесткой диете мам мы не говорим. То есть мамам разрешено кушать все, но, допустим, в минимальном каком-то количестве. В количестве, которое не вызывает у ребенка каких-то патологических изменений. А если вызывает? Вот она сидит на одной гречке, и ребенок плачет, и мама голодная. Ну, я как бы не придерживаюсь таких моментов. Я считаю, что мамам нужно есть все, но в минимальном количестве. Да, потому что через молоко передаются вкусовые ощущения. Ребенок уже с грудным молоком начинает знакомиться с различными вкусами, которые то, что кушает мама. И третий, наверное, момент, на который можно упирать, прям вот поддерживать маму в том, что это экономически выгодно. Потому что грудное молоко – это готовый продукт, это абсолютно бесплатный продукт, который производится абсолютно бесплатно и у каждой женщины. Да, и затраты вот эти, которые идут на смеси, на насоски, на бутылочки, на стерилизаторы, на молокоотсосы, на электроэнергию, которая расходуется во время его производства, составляет около 100 тысяч, 120 тысяч за год. Это реальная экономия для семьи. Поэтому грудное молоко выгодно. Ну, по-моему, здесь плюсы, минусы очевидны. Юлия Владимировна, спасибо вам большое за время, которое предоставили нам и за беседу. Спасибо вам, что пригласили. Мы сегодня говорили с Юлией Миллер, заместителем главного врача по педиатрической помощи Краевой клинического центра охраны материнства и детства и главным внештатным неонатологом Минздрава Алтайского края. Говорили о здоровье малышей. Будьте здоровы. До встречи.